Музыка Всех приветствую из Одессы. Сегодня поговорим о пеларгониях. Все говорят, что это бабушкиними цветы. Да, конечно, раньше не было столько разнообразных пеларгоний. Были только такие простые, немахровые. Может, конечно, они и бабушкины. Но сейчас я вам покажу пеларгонии, которые вывели в наше время. И как можно их назвать бабушкиними. Их можно только назвать прекрасными. Вот это сорт пеларгоний. Посмотрите. Эппл Блоссом. Смотрите, какая она прекрасная. Роза будная в пеларгонии. Каждый отдельный цветочек. Смотрите. Отдельная розочка. Серединка у нее зеленоватая. Затем чисто белая. И края розовые. Когда она только распускается, она беленькая. А потом цвет приобретает свой розовый насыщенный оттенок. Но розочка форму не теряет. И посмотрите, какое замечательное растение получается. Такая шапочка. Она от жары, конечно, быстро сейчас отцветает. Но она взамен пускает молодые. Это у меня отросточек. Это детка. Это я кому надо, пересылаю. Вот такие большие, насыщенные, даже с цветоносом детки. Вот вторая детка начинает зацветать. Это другого сорта детка. Сейчас перейдем к следующему виду сорту. У меня есть сорт пеларгонии. Очень красивый. С такими зубчатыми цветами. Она более как на гвоздичку цветоносы похожа. Но она, к сожалению, сейчас отцвела. Я оборвала, так как дождь был. И они все намокли. Вот, видите, начинает цвести обратно. И потеряла декоративность, когда они мокрые, эти цветочки. И тем более отцвелшие. И начинают терять декоративность. Я обломала, чтобы не тянула у куста силы. Но лист у нее замечательный. Посмотрите на солнце, как он красиво меняет цвет. Это она еще не на солнце. Здесь у меня вверху виноград. А если поставить на солнце, оно ярко выраженные полосочки получается. Ну, такая пеларгония замечательная. Это тоже сортовая. Сейчас вам скажу. Вестик. Фенери. Фенери. А это у меня... Ой, укололось чем-то. А это... Ричард Хадсон. Вот это красивая она такая, зубчатая. Красные черточки такие, беленькая, с красными черточками. Затем у меня душистая пеларгония замечательная. Смотрите, какая. На концах как снежок. Она, по-моему, так и называется снежок. Но она что-то мутировала. С одного куста получается чисто зеленые. Вот листики. И как снежок красивые такие замечательные. Ну, в комплекте она, конечно, красиво смотрится. Но я ее выращивала с вот такими белыми кончиками. А то она мутировала. Затем у меня есть пеларгония разобудочка. Посмотрите, какая разобудочка. Она такая сочная, насыщенная. При уличном свете что-то она не передает. Сейчас попробую настроить яркость. Вот, смотрите, какая она красивая. Она такая яркая, аж оттеняет все. Аж глаза режет. Тоже отдельно стоящие розочки. Видите? Набитые вообще, набитые конкретно. Как такое растение прекрасное можно не любить. Я хочу чуть-чуть настроить. У меня не получается насыщенности. Ампельный кустик пеларгонии виворозита. Посмотрите, тоже отцвела. Тоже замечательно набитая. Такая насыщенная розочками. Сильно отцвела. Сильно набитая. Я ее очень люблю. Она очень красивая. Вот тоже, детки, Apple Blossom. То есть, яблочко цветущее. Тоже хорошие, крепкие деточки. Вот королевская пеларгошечка. Деточка расцвела. У меня их несколько штук. Это уже отцветает, осыпалось. Видите? А это только набирает бутончик. В общем, черенки замечательные. Это тоже очень красивый, насыщенный цвет. Сейчас я вам попробую передать качество. Вот. Темная такая, чернильная. Это один цветочек расцвел. А когда их штук пять расцветает, то в диаметре 15 сантиметров получается. Где-то 20 сантиметров. Красивая такая шапка. Насыщенно темного цвета. Аж чернильного. Зрелище, конечно, замечательное. Это пеларгошка беленькая. Тоже деточки. Правда, они вытянулись немного. Надо было их немножечко прищипнуть вовремя. Но ничего. Это снять надо после дождя. Видите, какие они стали. Вот так она распускается. Потом в розочку превращается. А после дождя уже намокшая. И он совсем некрасивая. Надо убирать. Ну-ка, да белые шапки. Такие здоровые. Куст такой лохматый получается. Замечательно. Это я вам сегодня разы будочки показываю. Отдельная стоящая сорта. А вот деточка у меня есть с такими белыми краешками. Этот сорт я не знаю. Это не Тоскана, конечно. Это от другого горшочка я посадила. Но тоже. А потом она приобретает здесь еще красную полосочку. Зеленую, коричневую и белую. Такой сорт замечательный. Вообще сказочный. И вот деточки. Посмотрите, как начинает. Деточки вот уже зацветать сразу. На улице очень хорошо размножаются пиларгошечки. И вот вам покажу розы будную. Сильно розы будную. Розовую. Сейчас резкость наведу. Смотрите, какие розовые розочки замечательные. Резкость не хочет настраивать. Смотрите, какая. Она еще раз более насыщена. Розы будной, чем та, что я вам показывала красную. Более набитая. Вот такой кустик красивенький. И еще одна вот такая же. Видите, какая набитая. Не настраивать. Вот. Какая прелесть. И вот эту красную розы будочку. Сейчас я буду черенковать. Она сильно разы будная. Замечательная. Сейчас буду черенковать и покажу, как я это делаю. Я уже начала черенковать этот кустик своей пеларгонии. Видите, тоже разы будочка. Розочка держится при раскрытии. Не лохматенькая получается. А именно розочка остается набитой розочкой. Она очень яркая. А при этом освещение, она какая-то приглушенно яркая. Нету той насыщенности, которую я хотела бы вам передать. Чтобы вы увидели. Но не важно. Не об этом сегодня. Хочу вас рассказать, как можно посадить на лето свои пеларгонии, чтобы они лучше разрастались. Вот этот куст, этот куст и этот куст. Вот я взяла большой горшок, огромный горшок. И просто вкопала свой горшок с пеларгонкой в землю. И одновременно поливаю и землю, и в тот горшочек попадается. Затем, когда я буду на зиму заносить горшки в дом, мне эти большие горшки не придется заносить. Я выкопаю и этот маленький горшочек поставлю на подоконник. И моя пеларгонка не почувствует пересадки. А если я просто выну из горшка и посажу в землю, а затем мне надо будет осенью в горшок посадить, то она осенью будет очень сильно болеть. И тяжело ей будет переносить эту пересадочку. Вот тоже деточка в такой пеларгонии насыщенной. Я хочу показать, какая корневая. И она, когда в земле стоит, она лучше пускает корни. Или просто она в кашпо будет стоять, или будет тянуться к земле. Быстрее она пускает корни. Вот еще одна такая деточка. Видите, какие крепкие, хорошие деточки. А этот цветочек, я не знаю, как он у меня называется. Он такой красивый, розовые полосочки, такие черточки. Как чернилом кто-то его забрызгал розовым. Такое интересное растение. Скорее всего, анкель на виду сесть. Ну, посмотрим, когда вырастет. Расскажу. Итак, начинаем. Я без вас начала черенковать пеларгонию. Вот эту обрезала. Так как, если ее не обрезать, она внутри, вот ей темно, и она засушивает листочки. Это ничего страшного. Это не болезнь. Но это некрасиво теряется декоративность. И может завестись белокрылка. Нужно проветривание все-таки цветочка, чтобы со всех сторон проходило проветривание. То есть, листочки желтеют. И для этого нужно черенковать. Ну, в моем случае я размножаю, людям пересылаю. Ну, так как сорт обалденный. Как можно не переслать такое растение? Я сама их покупала. Конечно же, покупала. А чего нет? Смотрите. Вот эти с цветоносами. Очень хороший вот этот череночек. Но мне его еще пока жалко обрезать. Пускай чуть-чуть отцветет. Вот этот прекрасный бутончик. И я его возьму на черенок. Черенок я возьму не здесь, внизу. А вот здесь, где заканчивается зеленое, начинается коричневое. Немножко одревеневший стволик. Вот здесь я обломаю. Даже здесь не надо будет листочки нижние обломать. Потому что вот здесь места для развития корней очень много. Так, эти черенки, которые, вот видите, такой же черенок, я обрезала здесь, так как мне эта пустота не нужна была. А теперь я обрежу вот в этом месте. А вот эту нижнюю часть выброшу. Она непригодна. С нее очень долго пускаются корни. Они, конечно, пускаются, но очень долго. Но этот череночек будет замечательный. Когда нарезали черенки, вот я уже нарезала сколько-то, вот этот цветонос обязательно убираем. Вот так можно ногтем прищипнуть. Три, четыре, пять. Пять черенков. Низ стволика я зачистила. Их нужно оставить на полчаса, для того, чтобы подвялилась нижний срез. Если я сразу их посажу, то может через время на них напасть черная ножка. И растение погибнет. Для этого, чтобы оно не погибло, нужно немного подвялить. Еще вам хочу рассказать один секретик. Для того, чтобы не сильно испарялась влага, нужно на растение оставить два-три листочка. А эти большие листья мощные лучше срезать, так как при уличном... Ну, они находятся у меня на улице. Вот такие растения, листочки нижние обязательно пожелтеют. И сами по себе опадут. Это из-за нехватки воды. А если сильно поливать, то оно нападет на него черная ножка. В общем, и так хорошо, и так хорошо. Но ничего, все равно приспособиться можно. Обломать вот эти красивые, замечательные листочки. Вот эту почку, которая разбилась, я ее обламывать не буду. Это уже пойдет почки замещения, разветвление пойдет. И будет двойной цветочек в сторону пойдет тоже. Затем здесь прищипнуть. И будет красивый, кустистый сразу отросточек. И цветонос вот этот тоже обязательно убираем. Сорт в горшочках подписываем, чтобы не потерять название. Так как вот этот сорт я тоже знала, как это называется. А теперь я не помню, где-то он потерялся у меня. Вот уже горшочки. Видите, тоже надо обломать сухие веточки. Затемнение было. Здесь сверху виноград. А пеларгония очень любит солнышко. Вот сорт подписан. Но оно вытерлось. Там на горшочке у меня тоже наклеено. Я потом найду, как он называется. Махровая. Сильно махровая я написала. Ну, оно действительно сильно махровое. Оно замечательно махровое. Смотрите, какая она махровая. Вот я подготовила горшочки для посадки своей пеларгонии. Я уже здесь посадила душистую пеларгонию. Ее можно не выдерживать. Ну, корневую, чтобы стволик не подсыхался. Можно сразу в землю. И вот такой варегатный фикус я посадила. Очень красивый. С розовым оттенком. Тоже деточка. А сейчас я буду сажать свою пеларгонию. Уже прошло время. Я вам останавливала видео. Можно сажать. А сажать ее очень легко и просто. Никакие корневины я не макаю. Никуда ничего не макаю. Просто беру земля влажная. Вот так раз. И все. И больше ничего не делаю. Главное зачистить вот эти нижние чешуйки, чтобы их не было. И лишние листочки убрать. И ссадим. Тепличные условия я им делать не буду. Сейчас очень жарко на дворе. Лето. Вот длинный черешок получился. Такой вот красавчик. Они все примутся. Всем будет замечательно. Хорошо им расти. Земля здесь у меня влажная. Поливать я не буду. Я протыкаю почти до конца. Ну, дно не чувствуется. Но все равно стараюсь проткнуть аж до конца. И тогда мои растения лучше приживаются. Уже проверено. Не первое растение сажаю. Вот я много посадила. Уже сколько людям подсылала. Вот пиларгошечки мои красавицы. Это минички. Вести с розы бут. Это листочки маленькие, как ноготь. А цветоносики такие крупные дают. И набитые розовыми. А сейчас хочу показать вам одно растение очень интересное. Если кому надо, пишите мне в комментариях. Я вам расскажу подробно. Смотрите. Это листья мандарина. Он сейчас не плодоносит. Сейчас его можно брать на черенкование. Так как он хорошо отрос. Он начинает цвести. У меня больше к зиме. И зимой висят такие красные мандаринки. Ну, это я вам потом покажу. У меня растений очень много. Разнообразных. Вот еще детки. А вот, смотрите, то, что я вам хотела показать. Это растение называется Таберне Монтана. У него тоже листики, как у лимона и мандарина. Но посмотрите, какие замечательные на нем цветы. Оно цветет всю зиму, все лето без передышки. И все время дает бутон и бутон. И посмотрите, какая красота получает. Как за ним я ухаживаю, я расскажу в отдельном видео. Потому что сейчас очень длинное видео получилось. Я его сформировала в виде деревца. Стволик. То есть нижние почки все обламывала. А вверху оставила. Видите, такое деревце получилось. Замечательно. Красота. Это его гусиночка немножко подделала. Делала так, как на улице у меня. Он отправил на винограде. Там все, не белокрылка появляется. Гусиночка, ты не страшно. А посмотрите, каждый кончик цветоносых. И бутонами оно цветет. Вот оно замечательно еще пахнет. Это растение очень неприхотливое. Я его тоже поставила. Видите, горшок в горшок. И поливается этот горшочек. И этот. И он прекрасно себя чувствует. На этом буду заканчивать свой рассказ. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Всего вам доброго.